Первое упоминание мануальной терапии датируется 400-м годом до нашей эры. Очевидно, что боли в спине всегда причиняли людям много неудобств. Последние исследования показали, что в наше время болезни позвоночника помолодели. При этом ко врачам обращаются лишь единицы, а другие привыкают жить с болью. А ведь есть доступный и эффективный способ справиться с ней. Это уникальные аппараты Cordus и Sacrus. Их действие основано на принципах мануальной терапии. Когда вы ложитесь на аппарат, его анатомические вершины погружаются в глубокие мышцы на 30 мм, что снимает спазм. Аппараты Cordus и Sacrus эффективны в борьбе с межпозвонковой грыжей, протрузией, ущемлением седалищного нерва, сколиозом и другими патологиями. Новая модель Cordus Vibra с режимом вибрации помогает от боли даже в запущенных случаях. А другая новинка – аппарат Sacrus Physio с микротоковой стимуляцией эффективно устраняет боль в области таза. Одновременное использование аппаратов Cordus и Sacrus повышает эффективность лечения на 40%. А если за месяц они не помогут, то производитель вернет вам деньги. Впрочем, за 10 лет возврат составил менее 2%. Переходите на сайт cordus.ru по ссылке в описании или QR-коду на экране и используйте промокод HISTORY на скидку 10%. Заказывайте аппараты и будьте здоровы! Кино не совсем наша тематика, но не так часто выходят фильмы о Древнем Риме с бюджетом в 300 миллионов долларов, не правда ли? Гладиатор 2 мы в другой истории очень ждем с одной стороны из-за красивой картинки, а с другой из-за чертовых морских битв в Колизее и носорогов на арене. Но погодите, это реально было? Что в трейлере хорошо с исторической точки зрения, а что не очень? Срочно ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее, друзья. Сейчас будем разбираться. И начнем с дежурной неточности. Первые же кадры трейлера встречают нас эпичным видом на вход в Колизей. Ладно, ладно, на самом деле первым делом они встречают нас горячий кони Нильсон, ээээ, в корсете образца 17 века. Ну да ладно, зато на ней есть шаль, и это здорово. Шаль, она же пала, это нечто вроде накидки, которые носили все. Но те, кто покруче, носили с изюминкой. Как раз как Конни Нильсон в трейлере. Обшитая золотом шаль, которая еще и замысловато подвязана, это сигнал остальным о том, что дама, во-первых, богатая, а во-вторых, у нее есть специально обученные слуги. Не мудрено ведь играет актриса саму Луциллу, дочь Марка Аврелия и сестру покойного к этому моменту императора Коммада. Вообще, сам режиссер Ридли Скотт говорил, что особой реалистичности не планирует. Но то, что Луцилла одета в изысканную палу, указывает на обратное. Действия фильма разворачиваются в 211 году, а палы вошли в обиход как раз незадолго до этого. То есть даже в вопрос высокой моды Рима отчасти погрузились, если, конечно, закрыть глаза на корсет. С уже упомянутым входом в Колизии так сделать не получится, потому что тут проблема гораздо серьезней. Колизий белый, здание слива от него белое, статуи белые и все-все-все вообще белое, как будто из музея. Но в музеях римские статуи выглядят так, только потому что краска – штука недолговечная, и она давно сошла. А в 211-м на момент событий фильма все было ой, каким цветным. Что логично, ведь какой идиот будет строить огромное здание и оставлять его как есть? Мы-то с вами даже деревенские туалеты красим. И тут либо предполагать, что древние римляне любили стиль лофт и кокосовый фрапучино, либо фасад Колизея все же был облагорожен. С этим, к слову, связана интересная история, потому что вплоть до 2013-го никто не знал, какого именно цвета был Колизей. Ученые точно были уверены, что он был покрашен, но во что именно – загадка. Она открылась в 2013-м году, когда при раскопках очередного подземного блока был найден чудом сохранившийся след, покрашенный в красной стены. А рядом следы оранжевой, синей и зеленой краски. В какой именно последовательности и что, как красили – непонятно. Но с 90-процентной вероятностью основным цветом стен Колизея все же был красный. Мы же в конце концов о Риме говорим, хотя на самом деле авторов фильма можно понять. Стереотип о белых мраморных статуях и зданиях в обществе настолько силен, что раскрасение Колизеи и зрители бы его просто не узнали. Так что здесь неточность заносим разве что карандашом. Лучше поговорим о чертовом морском бое прямо в Колизее. Забавно, но прямо в комментариях под трейлером мы видим стоны о нереалистичности и исторической недостоверности. Но ведь были водные гладиаторские бои в Риме. Да причем какие? У них и название свое есть – Навмахии. Устраивали их обычно по особым случаям. К примеру, во время празднования Триума Цезаря в 46 году до нашей эры. То, что Колизей построят спустя 120 лет после этой даты, римлян не смущало. Для Навмахии Цезаря на Марсовом поле в Риме вырыли целое искусственное озеро, чуть ли не в километр длиной. И поместили туда аж 30 кораблей и 3000 бойцов. Обычно это не были тренированные гладиаторы. Размах Навмахий предусматривал безумную кровавость. И гладиаторов, которых обучали и в каком-то смысле даже лелеяли, на такое не напасешься. Вот и дрались в морских битвах обычно с Равиголовой и с тюрем, которым нечего терять. При Клавдии уже в нашей эре их как-то раз вообще собрали 19 тысяч. И на Фуцинском озере устроили настолько масштабную зарубу, что к месту ее проведения стягивали войска. Потому что 19 тысяч вооруженных заключенных – это так-то готовая армия, которая могла устроить мятеж. К слову, именно в этой битве было впервые использовано выражение «Идущие на смерть приветствуют тебя». Такой вот прекрасной была жизнь без этих ваших интернетов. Ну а что до Колизия, в амфитеатрах из-за ограниченных размеров Навмахии устраивали редко. Но все же устраивали, причем прямо на открытии амфитеатра в 80-м году нашей эры. Чаще всего Навмахии представляли собой очень грубые пародии на реальные исторические битвы. Особенным успехом пользовались сражения греков и персов, воспроизведенные с кучей исторических ошибок. Так что даже блогеры, критиковавшие историческую недостоверность – это тоже унаследованная у древнего Рима вещь. Ну а мы едем дальше и поговорим о носороге. Ридли Скотт рассказал, что хотел снять эту битву 25 лет. И в целом здесь тоже не подкопаться. Более того, есть свидетельства, что в Колизии дрались не только носороги, но и слоны, гиппопотамы, крокодилы и даже несчастные жирафы. Мы, конечно, не эксперты, но уже эти-то животные вроде как выглядят достаточно миролюбивыми. В Навмахиях, к слову, часто принимали участие и акулы, которых в трейлере тоже можно увидеть. Ну а во времена правления Клавдия есть душесчипательное описание боя слона и носорога от очевидца, который рассказывает, как слон хоботом подхватил лежащее на полу копье, выколол своему рогатому противнику глаза и победил. Знаменитый император Троян, которым все восхищаются, как-то раз закатил игры на 123 дня, в течение которых погибло 11 тысяч животных и 10 тысяч человек. Все мы, восхищаясь Римом, как-то забываем, насколько жестокими и в каком-то смысле даже дикими были римские развлечения. Тысячи лет по планете ходили сирийские и североафриканские слоны, которые во времена Рима полностью вымерли, как и львы, которые до Рима были обычным делом в Малой Азии и Греции. Ну а про людей и упоминать не будем. 19 тысяч человек, принимавших участие в гладиаторских боях Клавдия, это как бы больше, чем участвовало спартанских и афинских солдат в битве при Монтинея, Пелопонесской войне. Ну дай бог с ними. Вернемся к трейлеру и поговорим о Дензеле Вашингтоне. Темнокожий в историческом фильме, да еще и на высокой должности, нетрудно догадаться реакцию некоторых людей на такой выкрутас. Но, во-первых, это все-таки Дензел Вашингтон. А во-вторых, Древний Рим это как раз то место, где на цвет кожи всем было, в общем-то, поливать. Ну, по крайней мере, оскорбление на этой почве можно было получить не чаще, чем на почве роста, веса или любимого аниме. Луциус Кваетус, один из лучших генералов легендарного Трояна, был чернее ночи. И проблем с этим ни у кого не возникало. Есть много свидетельств о темнокожих людях во всех слоях общества. Не стоит забывать, что Римская империя из-за своего размера была многонациональным государством. Поэтому, в теории, влиятельный темнокожий человек в ней спокойно мог существовать. Он, к слову, упоминает, что сам выкупился из рабства. И это тоже исторически верно. Подобных примеров навалом, и об этом мы подробно рассказывали в ролике о жизни римских рабов. Ну, а сейчас поговорим о Каракалле. Не о том, который большой шлепа, а об императоре Каракалле, которого играет Фред Хехингер. Играет в специальном макияже, чтобы подчеркнуть, какой это плохой парень и вообще злодей. Само собой, в реальности мало аргументов в пользу того, что римские императоры носили косметику, как у клоунов. Это чисто художественный пример, который, в принципе, можно понять. Ведь Каракалла личность, ну, очень уж примечательная. Простому народу он известен как строитель бань Каракаллы, которые считаются одним из чудес света. Ну, а историком, как один из самых противоречивых правителей Рима. Его батя Септимий Север императором был неплохим, но перед смертью совершил страшную ошибку. Посадил на совместное правление сыновей Гетту, которого играет Джозеф Куин, и Каракаллу. Биба и Боба вышли прям как из пословицы. Амбициозные и не шибко умные братья провели все свое совместное правление в попытках убить друг друга. Спойлер победил Каракалла, и, скорее всего, это в фильме мы и увидим. Как наверняка и то, что после убийства Гетты Каракалла включил режим максимального Сталина. И удалил вообще все его упоминания, статуи и около 10 тысяч сторонников. А потом казнил тысячи граждан Александрии за то, что там показывали театральную постановку, где Каракаллу высмеивали. А потом опустошил западную Парфию за то, что ее царь не дал ему дочь в жены. А потом отгреб от Парфиан, которые обалдели от такого варварства, собрали армию и грозились пойти на Рим. Да и был убит своими же в целях предотвращения войны. Такой вот веселый Каракалла, любитель военных преступлений, как и его потомок Шлепа. Ну а остальные персонажи и непосредственно сюжет – это совсем уж выдумки Ридли Скотта на реалистичность, не претендующие. В отличие от наручей, с которыми в кои-то веки ситуация гораздо лучше, в обзоре на Александра от Netflix было довольно развернутое горение от другой истории на тему кожаных наручей, которые со времен Клеопатры 1934 года суют во все фильмы. И которые в реальности носили разве что лучники, по понятным причинам. Но в Гладиаторе 2 внезапно наручей не так много. Зато прекрасно показаны маники. Это как раз наручи из Древнего Рима. Если точнее, наруч. Маники носили в единственном числе на одной руке, которой пользовались оружием. И появились они как раз от тяжело вооруженных гладиаторов-крупеляриев, которые любили эпично блокировать удары рукой. В трейлере, конечно, засветилась пара-тройка дежурных для кино кожаных наручей, но кое-кто ощеголяет без них, и ситуация, очевидно, лучше, чем у 99% современного кинематографа. И уж точно лучше, чем у Наполеона, где за исторические несоответствия Ридли Скотта не пинал только ленивый. По иронии, в случае с Гладиатором 2 режиссер сразу постелил соломку и заявил, что на достоверность АА не претендует. По итогу выдав чуть ли не самый исторически достоверный трейлер за последние годы. В нем, конечно, можно докопаться до многих вещей, но делать этого не хочется, потому что ключевые моменты, а также дух эпохи, переданы на отлично. Так что ждем премьеры, а еще больше ждем ваших комментариев о Гладиаторе 2. До новых встреч, друзья!